Мужчина, 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 давайте не будем, мужчина, мужчина, давайте не будем ругаться, смотрите, мужчина, да куда ты паркуешься? Смешно ТП что ли уезжает? Не знаю, сейчас выезжает. Пусть уезжает, как говорит. Да погоди, сейчас, пусть что хочешь делать, пусть уезжает. Да, чуть ногу мне не сломал. Капец. Хорошо, что вы приехали. ДТП тут случилось. Сбили меня. Только что наехали на нас. Чуть ногу не сломал. Вот зажал мне между бордюром и ногой, бампером двигал. Вот, белый, белый. Турсовец. Попроси инспектора, чтобы... Полиция. 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 Помогите! 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 Мне помощь нужна ваша. Помогите! 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 помогите помогите полиция молодец не умный что ли мне помощь твоя была нужна ты чё там сидел птички мял блин как с ними общаться после этого блин почему у вас напарник глупый скажите пожалуйста почему ваш напарник глупый я не оскорбляю я считаю что он глупый за оскорбление поедет в отдел полиции заберите я считаю что он глупый что я ему ора полиция помогите 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 он не реагировал вы что меня трогаете вообще почему меня трогали то вообще мне помощь уж нужна была от него обращение пусть примет у меня ваш напарник ваш напарник у меня примет обращение к вам вопрос нет он просто закрылся дальше я он пишет материал я обратился взял стекло чуть такое это как называется он не писал до этого еще у меня же записи не надо я смотрю сидишь девушку сейчас это сейчас вы смотрю правильно на это он был один он ваша обратился павел он не отреагировал я обратил запись есть вам покажешь конечно просто груза с поэтому вот как вы уделяйте дороже по происшествию саша вы в полценте заявили еще за я не успели позвонить смотреть ему мы сейчас его задерживаем а зачем вы задерживаем почему за нарушение права дороги вы заявляете сейчас заявлю а он не имеет права скрываться а он говорит не сбежешь вы не сберем нет касания не было или было нет касания было или нет было или нет ранее то есть он на вас налетел правильно ну все снимают ему то сегодня двигали семьями а вот это вот как не учился как получилось нет я так что машину я пнула машину я конечно специально я пнул машину или она меня нет я специально да конечно специально я специально стояла пишет на звонит конечно я же отвечаю свои слова я ж не девочка как ты я специально стоял на пешеходной зоне признаюсь я уже вам заявил или привлекаем его нет не мне заявляет а вы не колл-центр я не колл-центр а можно с вами пока пройти туда вот как бы отреагировать будем ли мы сейчас оформлять полицейский а ваш ответственный только что брал документы много и передавал инспектора оформляли троих-четверых одновременно смотрите сейчас произойдет путь не взял на девушку она нарушит правильно все правильно вот еще стоит правил водитель и не буду озвучивать заставим на нём машинку предотвратить административность а хорошо все остановиться можно хорошо договорились так можно показать самостоятельно значит там попытаемся пока инспектора сейчас я сейчас я знаю инспектора будет оформлять дтп или нет конечно надо только сообщить инспектор по телефону теперь меня к вам обращение будете вы оформлять дтп вот я к вам сейчас подошел если вы заявите дтп я вам заявляю я вам заявляю я вам заявляю не заявите через колл-центр у нас так как это так через колл-центр хорошо дайте телефон я позвоню 269 636 телефон средства связи дайте у меня нет для вас телефона а у меня тоже нету вот телефона что делать что мы будем делать у товарища сумма вы не можете ему телефон не могу у меня не может что человеку дело вот нет у него телефона сел и разрядился что делать а вы можете есть сотрудники полиции конечно конечно просто сообщите то что надо расходить и строится тогда если увидеть эти строят документы у меня как все хорошо ну и потом будет обращение по вашему напарнику но так как она была изначально к нему я думаю ему я его и оставлю он же при нем примет у меня обращение как он так закончится девушку конечно примет почему все хорошо а то просто если честно раздражают меня такие сотрудники делаю это одно по другому водитель снижается да как хорошо да что мы зону всех объехал молодец я думаю что мегафон сюда придач да есть спасибо а то замучили эти машины гоняют здесь еще что нибудь скажешь они матюкаются они оскорбляют молодцы мужики большое спасибо спасибо вам вот идешь он тебя толкает ничего не скажи а это считается запрещающий знак здесь нельзя машину вообще ездить ставить вот и такое нужно они утверждают что это для того чтобы мы тихо ехали они просто не не знают правила дорожного движения или вводят в заблуждение на пешеходной зоне никому нельзя двигаться кроме пешеходов вот так ну они такие права получают они так учатся что потом нас не знаем мы так как тихо едем и вас пропускаем а если тихо то можно да громко нельзя но пока к сожалению нет еще или к счастью таких изменений в правил дорожного движения поэтому может когда будут там да они смогут сказать что тихо едем громко непонятно никого не пропустили наверное никого а вот водитель давай как же вы сюда заехали не видели знаков что-либо вот знак ведь везде висят очень большой теперь придется наказываться на фейс на фейс на фейс Держи, машина к кому-то уезжает. А у вас есть документы? Да, документы. Смотрите, как одно за одним. Документы забыл, человек нарушил. А он уже не двигался. Без документов стоит без права. Молодой человек, вы же приехали с документами, а документов у вас не было. Нет, вы приехали сюда, двигались вы с документами? Нет, непонятно ничего. Девушка, здравствуйте, как вы тут оказались, расскажите нам, пожалуйста. Ну как вы тут оказались на машине на своей прекрасной? Да, как здесь я оказалась. Ну вот вы где, по-вашему, вы где находитесь? Где? Ну под вами вот дорога или что? Пархоз. А вы знаки пешеходной зоны не видели вот везде? Нет. Очень жалко. Вот что с вами делать? Ну что, инспекторам передавать документы и все, что делать еще? Передайте, пожалуйста, инспекторам документы, так быстрее уедем. Спасибо. Хорошо? Стань сзади, пожалуйста. Не, а пусть она туда подъедет как раз, чтобы не уезжать. Да? А, она вот так уедет быстренько через проезд. Можь, простим ее. Можь, простим ее. Можь, простим ее, а? Не, не надо, никого не прощаем, за что? Не будем прощать. Ну почему другие несут ответственность? Ну вот я вас просил, честно скажу, вот Алексей не хочет. Алексей, честно, у меня вообще с обострением. Все несут ответственность сегодня девушек. Болеете, да? Да, я болею, у меня же все. Передайте документы инспекторам. Надеюсь, пиво вы тогда не себе взяли. Не себе, пожалуйста. Да пусть уезжает. Не, не. Ну она болеет, правда. Да ну и что, ну какая разница, она же заехала, нарушила. Какая разница, болеет или не болеет. Я тоже болею. Стою здесь днями и ночами. Девушка, передайте. Передайте знаки. Вы можете передать инспектору? Вы будете передавать или не будете? Что мне нужно передать? Документы инспектора передать. Нет, что это, со мной подойдите. Нет, пусть он подойдет и возьмет. Ну тогда вам просто дольше придется ждать. Хорошо. Хорошо. Алексей здесь хозяйствует, он непреклонен. Видео на Ленинске, 43. Ну вот, с грузом в воде. А, здесь не товарищ. Господин, полицейский. Дело в том, что вот, там вот человеку помощь нужна. Два. Да, тут че, четыреста двадцать на разных. Да, вот человек сидит. Этот человек вообще без документов стоит. Я сделал запрос, жду его, мне надо снять. записать информацию. Ну там у девушки еще документики возьмите, а то она давит там что-то. Подождите, я сейчас побегу за одним, слушайте, я вот этот от меня убегу. А паспорт-то у него есть? Паспорт, да, передал, я запросил, проверяю. Вы видите, ну не смогу я двумя сразу заниматься. И там вы определитесь с этим человеком, вы ДТП заявляете или нет, я не понимаю. Так он не выходит же, у вас сидит пока. Пока нарушение оформляют, правильно? Ну как оформим, пусть видит, мы с ним обсудим этот вопрос. Вы заявляете или не заявляете, как-то надо определиться вам. Смотрите, присмотрены по ДТП случаи, когда оформление ДТП не требуется, правильно, когда нет претензий друг к другу, так? Ну вот если он выйдет, как мы пообщаемся, и придем там взяться, на текущий момент они безусловно есть. Но если он как бы извиниться, то с моей стороны претензий не будет. Дело в том, что два ДТП было, у Алексея так же там, он его на капоте покатал, видите как. Ну что, я выписали, да? Ну смотри, с моей стороны, не будет претензий, извинишься на камеру, как бы сказать, что больше так не будет, как бы и все. Ну больше не увидел, я не знал, вы перегордели, а этот знак я не увидел, потому что въезд, вот я въехал. А то вот оттуда я въехал со двора, и тоже знак не увидел, и тут вы. Ну согласен, по-моему, не прав, нет, но я не прав, конечно. Хорошо, я там, извиняюсь. Ну все, ну у меня к тебе претензий нет тогда, штаны я так отряхнул. Вот, ну не надо, у меня просто между бордюром и этой, ну, заголовок. Ну я там тебя не увидел, потому что, ну, в любом случае, в следующий раз, ну, во-первых, смотри на знаки, а если, ну, не заметил, то, ну, не надо давить людей. До этого здесь ездил, знаков нет, мы, видимо, только недавно поздали. Ну месяца два назад, да? Ну, нет, поэтому... Ну будьте аккуратнее, да, осторожно. Спасибо. Алексей тоже, потому что у него тоже ДТП было, там, реши с ним ничего, потому что, ну, я-то ко мне приду, у меня претензий нет, я сейчас к гайцам пойду. Ну все, аккуратнее реально будет, потому что, когда-нибудь, мало ли, ну, ребенок реально, ну там, мало ли, все будет. Понятно, я так аккуратно езжу. Ну дай бог, я просто так за рук сел. Дай бог. Что случилось у вас? Хамское поведение, да, товарищи, меня уже мучают. Что случилось у вас? Хамское поведение данного товарища меня скучает. А как вы с ним встретились? Случайно шел мир. За руку схватил меня сразу. А зачем? Вот видите, товарищ в ревод. А зачем? Ну да. А вам какое было? А как это случилось? Я просто Павлик и я вот журналист и интересуюсь. Отлично. Павлик, то есть звать вас никто и вы ниоткуда. Павлик, я просто спрашиваю вас. Понимаете, вы же для меня тоже никто, но я интересуюсь, что случилось. Я вижу на каждом действии этого товарища. Я вижу конфликт. Я вижу как вы кидались под колеса конкретно проезжающим здесь машину. Честно скажу, да. Да. Был грех. Понимаете, это не грех, это нарушение закона. Пусть еще легко. К сожалению, меня не привлекли из-за этого к ответственности но вы всегда можете сделать заявление, я обязательно буду привлечен к ответственности. Если бы мы не побудли за счет жилобу конечно. А что у едет машина? А обычно же они привлекают к ответственности? А кто? Нет. Они составляют потокол. Это я пока не вижу. А что вы хотите наказать? Вы нарушаете закон. Вот вы нарушаете сразу три статьи. Не, зачем эта машина? Забивается собой правду. я просто не понял она уедет и потом как на каждый что нет а как это значит бездействие милиция вы же вы же заметили нарушение сделать им заявление я сделал заявление что товарищ давайте меры пронимать вот он что-то было 120 а я опять вы мне указываете родители я буду указывать хочу вам буду указывать хотите буду вам указать если он нравится и кто такой паблик я сказал ну это значит никто из вас никого ну почему ну потому что я павлик не павлик и все таких павлик ну да и здесь не я просто того что если мы чё-то нарушили да ну хорошо сейчас подождем что-то тут я там дольше здрасте а можно у вас просит а не пожалуйста вот вы стоите чтобы сюда не ставили правильно машина чтобы соблюдать правила да конечно знать так вот правильно так выйдете с предложением администрации пускай сделаю карман чтобы смотри будет до 1 июня реконструкции да будет а тротуар здесь будет исходная зона конечно это вообще безобразие молодцы да это полностью вот тут нельзя машину вообще есть да вот вот с этого знака до конца вот этого знака и тут даже нельзя спасибо за поддержку вот правильно ради вас пишите не стесняйтесь следующий раз вы тут власть вам тут в администрацию везде мы власть вот вы власть вы его потопай потому что вы так думаете да 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 в район в районную в район спасибо вам придурочный в машине сидит вот вас оформлял только что а как деньги зарабатывать а как подождите а что такого что взять счета 500 рублей с вас магазине деньги берут я да а вы не зарабатывать вы воруете их но увидите как в чем я вам могу пояснить про вот это вот то что там происходило то что человек совершил дтп правильно дтп но наехал на человека причем кинулся в машину посмотрите человек извинился и предложил ему загладить ущерб то что он ему одежду запачкал а почему нет если обоюдно договорились почему нет нет а кто виноват дтп но смотрите вы резко затормозите на работе вы двигайтесь где вы微нетесь где вы двигаетесь на дороге или на Rick Dot inch на машину на вот на дороге например вам пешеход кинется на машину и у вас будут повреждения на машине он будет компенсировать это или кто-то другой но пишет вам будет компенсировать мой сын разобьет наверх он будет он будет компенсировать но видите в чем тогда проблема вы будете с него брать деньги да ну видите как машина ехала дорогу ключевое слово дорога у вас неправильное восприятие то что тут машины в принципе быть не должны вы согласны сам журналист за 700 честно вам скажу я вас отпустил но вот алексей что-то может ли лично неприязнь у вас я просто второй раз в этом городе я я я очень рад что знают что я тут делаю спасибо алексей тут известный персонаж да ерундой мы занимаемся но и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok